Приветствую всех! С вами комментатор Олег Сломаха. И в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим обзор четвертого тура турнира претендентов, проходящего в Москве. Присаживайтесь поудобнее, тур выдался исключительно интересным, поэтому думаю, что запись будет длинная, но оттого не менее интересная. Итак, начнем с первой партии. Пелыми играл Хикару Накамура, черными играл Аниш Гири, и в этой партии Хикару Накамура столкнулся с грандиозной, глубочайшей подготовкой Аниша Гири в дебюте. Здесь у нас была разыграна славянская защита, тоже на ее актуальнейшие варианты. Здесь я не буду даже вдаваться в подробности, потому что мы здесь иначе с вами застрянем надолго. Значит, вот это вот все у нас, все ходы, что я сейчас воспроизвожу, то есть конь f5, вот это вот все точнейшие, слон c5, слон f4, ферзь b6, черный давит на пункт f2, белые это игнорируют, играют король g2. Значит, и в партии Аниша Гири, который играл белыми, сейчас, как вы можете заметить, он играет черными, в 2014 году в Хаговине он играл против Алексея Широва, и здесь Алексей Широв сыграл конь бьет f2. После чего Гири сыграл е5, напал на коня, и после конь d7 b4, вот такое вот отвлечение слона. И после слон бьет b4, ладья бьет f2, Гири забрал, значит, фигуру, остался с лишней фигурой. Но после конь бьет е5, видно, что у черных три пешки за фигуру, но при этом активность белых фигур здесь важнее. Был сыграно конь е4, c5, значит, король f1, так как конь на е4 связан, слон бьет е4, ферзь бьет е4, конь g6, казалось бы, что белые, значит, здесь, ну, то есть, попадают под действие ладьи на поле е8. Но после ферзь d5, конь бьет f4, и важного промежутка конь е7 шаг, теперь выясняется, что брать нельзя на е7 ввиду ферзь бьет а8. Значит, король h8, ладья бьет f4, здесь, в этой партии, Гири удалось одержать победу над Алексеем Шировым. То есть, здесь фигурная игра оказалась сильнее, нежели три пешки у черных. Ну, теперь, значит, Аниш Гири вместо хода конь бьет f2, который сделал, значит, Алексей Широв, сыграл g6. Ну, и дальше Аниш Гири, который играл черными, здесь все знал, то есть, Накамуру сыграл h3, значит, конь е5, конь h6, шаг, король g7. Ну, и что самое интересное, этот вариант очень сильно теперь пригодится тем, кто хочет расписать, например, сделать красивую ничью. Потому что слон d4, точнейшие все ходы, слон бьет f6, король бьет f6, f4, казалось бы, что белые начинают здесь какую-то разрушительную атаку, но конь c4, и выясняется, что у черных все срастается. Во-первых, грозит вилка на поле е3, поэтому у белых нет времени, они должны забирать этого, значит, коня. Вот если он бьет c4, bc, f5, ну, действительно, казалось бы, что белые добираются до короля, но c5, значит, пункт е4 начинает трещать по швам от ладьи, от слона, плюс, если конь отойдет куда-то, то повисит пункт на b2. Ну, и здесь fg, шаг, король бьет g6, конь бьет f7. Значит, и теперь ладья f8, нападаем на коня, коню, как мы видим, ходить некуда, он застревает, но после хода конь d5, то есть это все получился у нас домашний анализ, конь d5, напали на ферзя, брать нельзя, потому что вскроется ферзь с шахом, действительно, неприятная позиция, могут попасть черные. Ну, а после ферзь бьет b2, получается вечный шах по полям е7 и f5, поскольку у черных нет времени на взятие коня на поле f7, поскольку в этом случае последует уничтожение ферзя с поля b2, конь бьет d4, с шахом от ладьи f1, и ферзь на поле b2 останется без защиты, и черные проиграют. Поэтому они вынуждены повторять позицию, ну и после король g6, конь е7, шаг, король g7, партия у нас, значит, закончилась вот таким вот вечным шахом. В общем, красивая домашняя подготовка, а не жгири, значит, всю партию провел быстро, то есть, ну, на некоторые только моменты он задумывался ненадолго, то есть, просто, видимо, вспоминал ходы, чтобы вот получился такой вот интересный, но ничейный результат. Ну, а мы с вами идем дальше. Следующая партия тоже не славится боевитостью, белыми играл Петр Свидлер, черными Ливон Аронян, и здесь, значит, в английском начале, после ходов, значит, е4, слон бьет c3, bc, c6, последовал интересный ход конь f3. То есть, ну вот в моей базе и в моей справочной, скажем так, библиотеке этот ход не встречается. То есть, здесь раньше играли конь е2, ферзь b3, слон а3, вот таким вот образом, но конь f3, это, скажем так, белые, жертвуют пешку на поле е4, значит, играют конь бьет е4, рокировка, ну, и здесь наступает всеобщая разгрузка. Конь на поле е4 подвисает, значит, рентгеном от слона g2, был сыгран на d6, конь бьет е5, ну, теперь понятно, что после d6 он бьет е4, у белых все в порядке, значит, конь c5. Идея, видимо, этого варианта в том, что, если конь отойдет, то конь впилится на поле d3, и здесь будет мешать белым. Значит, конь g4, f5, конь е3, f4, вот таким вот образом сразу черные начинают здесь, значит, экспансию на королевском фланге, но d4, теперь конь на поле d3 не приходит, и после fe, dc, ef, ладябит f2, ладябит f2, коробит f2, ферзь f8, шах, началось взаимное истребление, с доски еще исчезли и с ферзи, ну, и после dc черные остались лишней пешкой, но у белых, во-первых, активные фигуры, два слона, и дает это им полную компенсацию за потерянный материал. Значит, слон f4, конь d7, слон d6, конь b6, ладя е1, белый активизируется, значит, слон d7, черным тоже некогда пешками, пешкоестом заниматься, они должны развиваться. Ну, и после слон бьет c5, ладя е8, ладя b1, слон е6, слон бьет b6, а b, ладя бьет b6, слон c8, опять же, значит, здесь черные остались без пешки, но позиция их защитимая, поскольку у белых, значит, разбитые пешки на ферзевом фланге. И после всех вот этих вот ходов, значит, вот видим, что сейчас пешки c5 и c3 взаимно уничтожаются, остается у белых одна проходная пешка, у черных тоже есть проходная, ну и после перехода в ладейное окончание, значит, вот такая вот позиция у нас возникла, и здесь соперники согласились на ничью, ну, потому что это просто ничейное ладейное окончание. Ну что ж, посмотрели мы с вами две ничейных партии, значит, быстренько вот так вот их промотали, потому что здесь особо ничего интересного не было, ну а теперь приступаем к разбору самого интересного и необычного, что случилось на этом турнире и в этом туре. Белыми играл Фабиана Куруана, черными играл Веселин Топалов, и в этой партии случились поистине, значит, волшебные события, ну, можно будет потом предположить в качестве, скажем так, шутки, ну а о чем пойдет речь, я скажу далее. Давайте сначала пока посмотрим начало партии. В этой партии была разыграна итальянская партия, я очень рад, что итальянка снова занимает, скажем так, почетное место в репертуаре сильнейших гроссмейстеров планеты, то есть небожителей, именно топ гроссмейстеров, значит, кони Ф6, Д3, Д6, но итальянка такая, Джокопиано, то есть тишайшая итальянка с, скажем так, испанскими мотивами, то есть белые здесь не зажигают за свои мосты, не играют Д4, там уже все давным-давно хорошо известно, а вот играют, так скажем, на позиционный зажим. Ну и здесь Топау сделал интересный ход А6, который считается не особо-то и удачным, черные тратят время, белые, значит, тем временем, начинают играть А4, угрожает Б4, слон Б6, А5 с поимкой слона, поэтому А5 ход естественный, значит, водя Е1, рокировка, конь А3, водя Е8, значит, конь С2, слон А7, слон Е3, слон Е6, слон Б5, слон Д7, слон бьет А7, конь бьет А7, слон С4. До этого самого момента свежайшей партией был, значит, играл Магнус Карлсон против Майкла Адамса в Вейканзе в 2016 году, и, значит, игравший черными Адамс здесь сыграл слон Е6, и после слона бьет Е6, водя бьет Е6, конь Е3, конь С8, конь Ф5, значит, конь Е7, значит, здесь Магнус сыграл Д4, ну и черные получили достаточно хорошую контр-игру. Значит, в партии же Веселин Топауф играет конь С8, то есть не играет пока слон Е6, значит, оба игрока оказываются, естественно, в курсе последнего слова теории, то есть свежайших партий, значит, конь Е3, конь Б6, слон Б3, С6, пока здесь особо комментировать нечего, значит, белые пытаются усилить давление потихонечку, черные же тем временем потихонечку уравнивают. Значит, H3, слон Е6, слон С2, ферзь С7, Д4, вот белые начинают, значит, потихонечку свои ползновения в центре, значит, конь С4, конь БЦ4, слон БЦ4, ферзь Д2, ладья Д8, ладья Д1, слон Е6, ферзь Е3, Б6, значит, конь Д2. Ну вот здесь вот Веселин Топауф практически уравнял позицию, но здесь он сыграл более резко, сказалось, видимо, горячая натура болгарина, он не любит отсиживаться в защите, а любит активную контр-игру, и здесь он сыграл С5. Значит, здесь он сыграл С5, ну и сейчас мы посмотрим, соответственно, как он мог сыграть посильнее, потому что после этого хода он столкнулся с серьезными трудностями, которые привели его к плохой позиции. Итак, черные здесь могли сыграть конь H5. Идея хода в том, чтобы начать контр-игру на королевском фланге. Значит, после этого конь F1, например, если белые, по аналогии с испанской партией, развиваются, ну плюс они уводят коня на более удачное поле, водя с D1 здесь начинает работать по центру, ну тогда конь F4, значит, конь G3, и вот теперь уже можно сыграть С5, контратакуя пункт D4, значит, и если закрывают белый центр, как было в партии, то слон C8, и если они начинают влезать, например, куда-то конем, то можно просто сыграть G6. Теперь коню приходится уходить обратно, конь G3, ой, извиняюсь, конь G3, значит, ну и получают черные здесь нормальную такую хорошую контр-игру, то есть загибаться они здесь не обязаны. Ну а если в случае G6 вы скажете, что повисла пешка на поле H6, то я вам отвечу, что после конь B6, шаг, король G7, коню отходить особо некуда, а после конь G4, с конь B4, HG, ладья H8, здесь черные получают мощнейшую контр-игру по линии H. Ну что ж, вернемся к течению партии, где Веселин Топалов сыграл C5. Значит, Курана здесь сыграл слон D3, слон, значит, во-первых, держит поле C4, плюс, может быть, слон хочет пойти на поле B5. Значит, ладья Е7, сразу ладья, ладью из-под возможного удара слон B5, значит, D5, здесь вот Куран уже закрывает центр, слон D7, ладья А1, поскольку пешка на поле А4 была атакована, значит, конь H5, B4, и теперь у нас возникает вопрос, кто быстрее, значит, затеет игру. Либо белые на ферзевом фланге здесь вскроют линии и залезут в лагерь черных, либо черные здесь начнут активную контр-игру на крыльевском фланге и на атаку. Значит, конь F4, B, B, ладья B1, ладья F8, слон B5, слон C8, слон F1, значит, Фубиану Курана заранее отводит слона на поле F1, чтобы была возможность защититься, например, ходом G3, но не сразу, потому что сейчас пункт на H3 провисает. Значит, F5, Веселин Топалов скрывает линии на крыльевском фланге, C4, ладья F7, значит, ладья A3, ну и вот здесь вот Веселин Топалов поторопился. Поторопился, то есть он сыграл F1, ход оказался неудачным, потому что белые быстрее захватили инициативу и заставили черных защищаться. Значит, но, как ни странно, это привело к очень интересным посредствиям. Ну, опять же, скажу, что это мы с вами в дальнейшем посмотрим. Давайте теперь посмотрим, как Веселин Топалов мог сыграть здесь посильнее. Итак, вместо хода F1, который был сделан в партии, Веселин Топалов мог сыграть конь H5. Идея хода в том, чтобы не бить на поле Е4, потому что конь стоит на поле Е4 сильное, а начать атаку ходом F4, потом G5, например, конь уходит на F6, H5, и черный получает серьезную контур-игру. Например, ладья B3, F4, ферзь F3, нападая на коня, конь F6, ладья B6, но здесь H5. И вот здесь вот позиции достаточно неясные, потому что грозит G5, G4, значит, и черный здесь начинает контур-игру. Поэтому лучше всего здесь сыграть белым H4, не допуская ход G5. Ну, и возникает вот такая вот позиция. Достаточно сложная, но здесь, конечно же, серьезные контур-шансы у черных. Значит, теперь вернемся к основному течению партии, когда черные сыграли F3. Значит, после конь бьет E4. Здесь вот мы видим, что конь встал на поле E4, атакует он здесь пешку D6, и у белых простой план. Они сдваиваются по линии B, и атакуют эту самую пешку на поле D6, после чего пешка D5 страшная проходная. Значит, слон F5, веселин бросается, значит, в отчаянную контур-атаку, понимая, что его позиция ухудшается. Но, еще покажу, какой был интересный вариант. Черные могли сыграть слон D7, значит, препятствуя, например, ходу ладья B3, потому что провисает пешка на поле A4. Но, как ни странно, все равно белые могут так сыграть, и после слона B4 ладья B7 нападаем на ферзя. Значит, если, например, ферзь D8, то ладья B8 опять нападаем на ферзя, значит, и если ферзь C7, то ладья B7. Снова опять нападаем на ферзя, вынуждаем, значит, ферзя пожертвоваться за две ладьи. Но после этого у белых есть ход G3, и вот здесь как раз видим, что пригождается ход слон на поле F1, пункт на поле H3 защищен. Поэтому приходится играть ладья B3. Значит, ферзь E1, конь D3, падает пешка на поле A5, конь бьет F2, такой вот ударчик. Значит, ну, теперь понятно, что надо забирать конь бьет F2, и после ладья B3, шах, слон G2, слон C2, опять же, показываю сильнейшее продолжение, ферзь идет на поле D2, выгоняем слона с поля C2, слон G6, король H2, выгоняем ладью с поля G3, ну, и после ладья B3, например, можно сыграть конь E4. здесь белые, скажем так, укрепляются серьезно, как мы можем заметить, у черных две ладьи за ферзя, и не хватает фигуры, но при этом две пешки. То есть, позиция сложная, но, конечно же, с преимуществом у белых, поскольку сейчас атакована пешка на поле D6, ну, и вообще, ферзь здесь очень опасная фигура. То есть, белый здесь, опять же, даже слон D7, то есть, после этого позиция черных все равно оставалась тяжелой. Ну, а теперь вернемся к основному течению партии. В партии было сыграно слон F5, значит, ладья B3, ну, теперь белые осуществляют свою генеральную идею, значит, слон G6, ладья B6, ну, и здесь, понимая, что защита будет тяжелой, потому что пешку D6 уже особо защищать нечем, ладья D8 это слишком пассивно, там можно сыграть ладья C6 и ладья B6, белые все равно заезжают, и Силин Топалов сыграл ферзь E7. Ферзь E7, с горя отдавая эту пешку, бросаясь в отчаянную контратаку, но она бы не достигла цели, если бы Фабиано Круано играл правильно. Значит, ну, отмечу, что здесь, ну, давайте не будем менять цвет доски, здесь вариант достаточно коротенький, здесь, конечно, надо было играть слон Бьет Е4, но после ферзь Бьет Е4, ферзь E7, ладья B2, защищая пункт F2, конь H5, например, ферзь G6, атакуя коня и пешку D6, конь F6, слон Е2, значит, позиция черных здесь оставалась без контратаку и похуже. Пешка на D6 вечная слабость, белые здесь имеют значит, возможности для перегруппировки и усиления позиции. То есть, поэтому, Веселин Топалов, знай его горячую натуру, он любит активную контур-игру, он решил действовать по принципу пан или пропал и, как ни странно, это принесло ему успех в партии. Значит, после хода ферзь E7, ход, опять же, повторюсь, заслуживает упростительного знака, поскольку это ошибка, значит, конь бьет D6 падает корневая пешка, атакована ладья на поле F7, но конь бьет H3, шах, значит, на этот ход возлагал, видимо, своей надежды Веселин Топалов, здесь мы видим еще ладья на поле B1, атакована слоном с поля G6, но после ферзь бьет H3, ладья F6, значит, конь, как мы видим, здесь подвисает на поле D6, конь C8, все это было рассчитано, ферзь D8, и здесь Курана, которому оставалось до победы всего лишь чуть-чуть, то есть призадуматься, а это, как ни странно, был ход после контроля, то есть контроль пройден, вот сейчас 40-й ход, ферзь D8, и Фабиане Куране надо было найти сильнейшее продолжение, то есть позиция белых просто навсего выиграна. Ну, теперь давайте попробуем разобраться с точки зрения шутки, что же здесь произошло. Дело в том, что в этот день у Василина Топалова был день рождения, и может быть Фабиане Куране было грустно осознавать то, что он вот такой вот делает ему, скажем так, подарок в скобочках, потому что Василин Топалов до этого уже проиграл две партии, он у нас главный аутсайдер на этом турнире, ну а здесь уже маячил третий ноль на горизонте, и Фабиана Курана, скажем так, ну и опять же повторюсь все это в качестве шутки, решил сделать Василину Топалову подарок на день рождения, и сыграл ладья Б5. Ладья Б5 вот такой вот ход, который выпускает львиную долю преимущества, потому что, как мы видим, пункт на поле Ф2 атакован у значит белых, и Василин Топалов тут же этим воспользовался. Ну давайте теперь посмотрим, если бы, например, у Василина Топалова не было бы дня рождения в этот день, и он бы, скажем так, Фабиана Курана решил именно победить, то есть как он должен был играть. Тогда бы Фабиана Курана сыграл жестко ладья бьет Ф6, значит, разменивая ладью, после ферзь бьет Ф6, атакован пункт на поле Ф2, и остается сделать только один точный ход, ладья Б2. Значит, тогда бы черные могли сыграть Е4, атакуя ладью на поле Б2, но ладья Е2, значит, Е3, последний, скажем так, шанс, если ферзь бьет Е3, то ладья бьет С8, если ФЕ, то ферзь бьет Ф1, ну а если ладья бьет Е3, то ферзь бьет Ф2. Ну и здесь белые просто играют Ф3, и все, вся контр-игра черных выдыхается, конь с поля С8 выбирается, например, через поле А7, и далее на поле С6, либо на поле Б5 по вкусу, а проходная пешка Д решает исход партии. То есть, вот так вот могла закончиться просто партия, но, как я уже повторюсь, Фабиан Акурана решил сделать Веселину Топау подарок на день рождения и сыграл ладья Б5, после чего борьба завертелась с новой силой. Вернемся к этому моменту. Здесь Веселин Топау, в который, думаю, что мысленно уже смирился с третьим нулем, воспрял и сыграл ладья БТ2. Ну, естественный и сильный ход. Повисает слон на поле Ф1, значит, что теперь делать? Вадья Б5, Г6, Вадья Б5, Шах, К2, ФБЦ8, и неожиданно все преимущество, значит, практически все стало упущено. Но пока еще не все. Покажу еще момент, где итальянец мог очень серьезно напрячь болгарского гроссмейстера. Ну, сейчас, вернее, уже не итальянец, а американец, поскольку Фабиано Курана принял американское гражданство. Значит, Ферзь БЦ8, Вадья БЦ8, вот здесь вот мы видим, что у нас произошел переход в владейник. Как мы знаем, владейные окончания не выигрываются, но здесь белые, когда они сыграли Вадья Ц6, думая, что пешка на поле Ц5 падает, а пешки на поле Ц4 и Д5, это связанные проходные, так называемые пешки-самоходки, но здесь оказалось, что пешка Е5, которой не хватает, значит, всего 4 шага до превращения Ферзи, как ни странно, уроновешивает шансы черных. То есть, здесь давайте посмотрим, как могли сыграть белые сильнейшим образом. Здесь они могли забрать пешку на поле А5. И, как ни странно, теперь тот самый ход, который принес успех, значит, черным в партии, а именно ход Вадя Е8 с образованием проходной по линии Е, теперь он ничего не давал, поскольку если Вадя Е8, то Вадя бьет Ц5, Е4, Вадя Ц7. И вот здесь вот мы видим, что нету времени у черных на ход Е3, потому что провисает пешка на поле Ж7 с шахом. Очень важный нюанс. Теперь приходится играть Вадя Ф7, защищая пункт Ж7, а это уже, как говорится, совершенно другой клинкор, потому что после Вадя бьет Ф7, король бьет Белый играет жестко Вадя Е6, и черным не остается ничего иного, кроме как признать свое поражение, потому что пешка на поле Е4 отваливается, и белый получает абсолютно выигранное Вадейное окончание. Ну а если они переходят в пешечник, то, как понятное дело, что они легко проигрывают, потому что король здесь оказывается в квадрате пешки Е4, а вот эти самые пешки А4 и Ц4, как говорится, просто пройдут ферзи. Поэтому после хода Вадя бьет опять, значит, пришлось бы играть не Вадя Е8, этот ход уже не помогал черным, значит, а король Х7, нападая на ладью, но теперь уже Вадя Ж4, белые играют, и у черных нет, например, времени на контур-игру, связанную с ходом Вадя Е4, потому что просто ее заберут, и опять же у белых здесь выигранный водейник. То есть здесь Веселину Топавову пришлось бы продемонстрировать искусство защиты, причем защиты крайне тяжелой, и может быть даже вообще неосуществимой, то есть может быть здесь просто водейник уже строго говоря выигран у белых. Ну а теперь вернемся к основному течению партии, где была сыграна Вадя С6. Итак, после хода Вадя С6, как мы уже с вами заметили в анализе, ход Вадя Е8 дает черным достаточные контуры шансы. Значит, Вадя БЁ С5, Е4, Д6, Вадя Д8, ну и теперь мы видим, что нет хода у значит, белых на ход С5, пешки-самоходки не получаются, пешка на поле Д6 подвисает, значит, Вадя С6, Вадя Д1 атакуя, С5, Е3, ну и вот уже пешка в двух шагах от поля превращения, несмотря на то, что пешки-самоходки получились, белым от этого ни холодно, ни жарко, потому что контурыгра черных очень серьезная. После Вадя Б2, Вадя Д2, Вадя Б1 Е2 угрожает Вадя Д1, поэтому Вадя Е1 ход вынужденный, ну и здесь Вадя Ф8 и все. Как мы видим, угроза Вадя Ф1, поэтому здесь у нас возникает опять же равное ладейное окончание. То есть белые скидывают пешку, играют Д7, Вадя Б7, Вадя Б2, ну и здесь три пешки на три, при двух ладьях здесь черные легко удерживают равенство. Вот так вот закончилась эта партия, то есть значит три ничьи у нас уже было опять же значит в туре, но на этом значит сюрпризы не закончились, поскольку в следующей партии снова у нас произошли интересные события. Белыми играл Сергей Корякин, черными играл Вишанатан Ананд, и до этого момента Сергей Корякин ни разу не выигрывал белыми у Ананда. Но как говорится когда-то все равно наступает тот момент, когда все это кончается. И в этой партии Сергею удалось в блестящем стиле одержать победу над индийским гроссмейстером. Значит КНФ3, Д5, Е3, КНФ6, С4, Е6, Б3, С7, СБ2. Был разыгран английское начало. Значит КНБД5, ФС2, КНФ6. И до этого момента доходило несколько партий и здесь белые всегда играли А3. То есть препятствуя ходу например КНБ4. Но здесь Сергей Корякин продемонстрировал интересную и атакующую новинку ход А4. Раньше так не играли, это самое что ни на есть новинка. Значит идея сыграть КНГ5 и начать огорчать черного короля, который уже определился с рокировкой. Значит Б6 сыграла Нант, А3. Ну если сразу КНГ5 понятно, что ничего это не дает ввиду хода Ф5. Сергей Корякин значит ждет пока слон с поля С8 уйдет например на поле Б7 и теперь уже действительно хода Ф5 не будет потому что белые просто заберут на поле Е6 и сделают вилку. Значит А3 Ф5 сыграла Анант. Ну вот значит Ф5 сразу скажем так то есть Анант столкнулся с новинкой и сразу решил предотвратить вот это самое давление по диагонали Б1 Х7. То есть если например сыграл слон Б7 то тогда КНГ5 Ж6 и здесь белый наносит удар КНГ Х7 то есть наверняка вот это все смотрел Сергей Корякин когда готовил свою новинку после короля Бьет Х7 КНГ Д5 очень то получишь КНГ И после АЖ Король Ж7 останешься как говорится ни с чем потому что черные отбивают атаку и остаются с лишним материалом ну конечно белые здесь проигрывать уже они не обязаны они имеют скажем так определенные шансы без фигуры потому что у черных король открыт но как говорится зачем так играть если они могут сыграть на перевес ходом КНГ Д5 препятствую ходу КНГ И после ЕД H5 вот здесь уже действительно угрожает просто смертельное HG поэтому F5 строго вынужденный ну и здесь слон D3 слон D3 атака белых здесь начинает развиваться со страшной силой грозит к примеру взятие 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 на F5 и нельзя будет играть водя бьет F5 ввиду G4 и водя связана ну показываю теперь значит сильнейшее продолжение которое значит могло возникнуть если черные например хотят отбить вот эту самую атаку кстати опять я забыл переключить свет но прошу прощения все время забываю значит давайте теперь уж не будем переключать значит D4 черные обязаны вот именно так вот перекрыться то есть страшного на поле B2 HG король G7 брать естественно как я сказал значит на поле G6 не обязаны они потому что в случае король G6 будет удар слон бьет F5 водя бьет F5 как я уже сказал невозможно из-за ходу G4 и водя связана значит поэтому король G7 ну теперь слон бьет F5 значит водя H8 вот таким вот образом черные здесь затыкают атаку белых ну и после например 3 0 играют слон F6 здесь мы видим полный эквивалент то есть 3 пешки за фигуру у белых король у черных раскрыт но черные здесь еще как говорится худо бедно но держатся ну что ж вот такой вот анализ был значит но в партии был сыгран F5 значит слон B5 слон B7 конь бьет D5 ну и теперь опять еще один момент давайте все-таки теперь не будем забывать изменять цвет доски посмотрим как анант опять же мог сыграть сильнее если скажем так забегать вперед и знать что он проиграл именно из-за слабости изолированной пешки здесь вместо хода ED который был сделан в партии анант мог сыграть FBD5 значит после слона C4 например FD7 H5 H6 возникала вот такая вот позиция где как мы видим слабость на поле E6 только у черных но она в принципе защитима и изолятора здесь никакого нет и слон через на поле B7 здесь у нас все равно как худо-бедно но работает стреляет значит вот так надо было играть если бы анант предвидел то что случилось в партии ну а теперь вернемся к основному течению партии где был сыгран ED значит после ED D4 задача Сергея Карякина сделать изолятор на поле D5 и это ему как ни странно удалось водя C8 DC BC рокировка слон F6 водя D1 конь E7 слон BF6 водя BF6 G3 E7 и вот здесь наступил критический момент в партии как я уже сказал пункт на поле D5 у черных слабость хотя пока это совершенно не очевидно потому что он защищен ферзем конем и слоном но в первую очередь слоном и вот здесь Анант делает серьезную стратегическую ошибку то есть ход действительно можно сказать что это ошибка это ход слона 6 попытка размена белопольных слонов но Сергею Кварякину только это и нужно потому что теперь пункт D5 черным защищать намного сложнее давайте теперь посмотрим как мог сыграть Вишнанатан Анант здесь он мог вместо хода слона 6 сыграть ферзь B6 значит нападая на слона теперь ферзь E2 потому что конь на поле F3 где-то подвисал в вариантах под взором как говорится слона на поле B7 водя C7 например и если B4 такой вот тактический прием как раз обнажающий слабость пешки D5 то C4 здесь черные получают проходную конь D4 да конь у белых красавиц он заблокировал как говорится встал на блокадное поле по Немцовичу но после конь C8 точного хода черные ведут коня на поле E4 и получают полноправную контур игру например слона А4 конь D6 слон C2 но конь E4 и вот здесь как говорится приглядитесь к этой позиции небо и земля слабости черных здесь не так заметны пешка на поле C4 у них проходная то есть здесь и плюс еще видите что грозит конь C3 вилка то есть здесь достаточно серьезная такая была контур игра у черных но нам так не сыграл он сыграл слона 6 ход который как я уже сказал явился стратегической ошибкой ну а почему мы сейчас посмотрим возвращаемся к основному течению партии значит Корякин сыграл слон бьет А6 ладья бьет А6 ферзь C3 ладья B6 ладья C1 ферзь D6 конь E5 и опять еще один был момент где Анант мог сыграть сильнее он сыграл ладья B7 слишком податливо значит то есть он не препятствует замыслу соперника а идея Корякина в том что коня перевести на поле D3 и вынудить продвижение C4 после чего как я уже сказал пешка на поле D5 останется стратегической слабостью а конь с поля D3 может пойти например на поле F4 значит вместо хода ладья B7 Анант мог сыграть посильнее ну а как мы сейчас с вами посмотрим итак Анант здесь мог сыграть ферзь F6 то есть связывая коня ну и теперь если конь D7 например делая вилку то ферзь Bc3 ладья Bc3 ладья A6 атакуя тычок C4 ну а поэтому значит комбия C5 но здесь черные забирают на поле A3 и опять же как мы видим позиция снова у нас с контршансами потому что черные здесь активны и у белых тоже есть например слабость на поле B3 то есть здесь черные опять же могли еще пока защищаться они же сыграли в ладья B7 и обрегли себя уже на поистине тяжелую защиту с которой Анант не справился ну и вернемся к основному течению партии значит после водя B7 конь D3 C4 Bc и Анант сыграл водя C4 ну вы скажете что вот почему не взять пешкой ведь сейчас действительно изолятор остался на поле D5 ну а сейчас мы с вами посмотрим почему бы здесь например не взять пешкой ведь казалось бы что это сильнее итак если бы черные сыграли Dc то белые играют E5 нападают водей значит с поля D1 на ферзя на поле F6 плюс конем на пешку C4 ферзь F6 если например связывая то все равно ферзь бьет C4 шах вот такая вот жертва псевдо жертва ферзя и после водя Bc4 водя D8 шах выясняется что закрываться нужно только ферзем после ферзь F8 водя Bf8 король Bf8 водя Bc4 поэтому Анант и сыграл водя Bc4 ну что ж вернемся к основному течению партии и продолжим после водя Bc4 Сергей Корякин сыграл F5 хорошее практическое решение значит размен ферзей усугубляет защиту черных после F5 E5 Kb5 Wc1 Wc1 G6 Wc5 Сергей Корякин добился всего чего только можно пешка на поле D5 слабая пешка на поле A7 слабая и значит играя на этих двух слабостях Сергей Корякин добился стратегически абсолютно выигранной позиции то есть здесь вот он сковал силы значит черных все время нападая пока перемена на пешку A7 и на пешку D5 значит водя C6 K E7 водя D6 и вот здесь вот опять же наступила развязка значит последний момент но пока не буду даже менять цвет доски значит Анант мог сыграть Kc8 сбросить вот эту самую пешку водя Bd5 сыграть Kb6 нападая значит на водю D5 и на пешку A4 но после C5 конечно же брать пешку нельзя ввиду Kd6 вилка поэтому Ke7 ну и здесь Kc3 Kc3 вот возникала вот такая позиция без скажем так особых контр-шансов у черных но пробивать их еще можно было здесь долго вместо того что случилось в партии Анант сыграл Bb6 уступил седьмую горизонталь и после хода D7 уже ничего здесь не помогает потому что висит пешка на поле A7 а главное что после A6 Kc3 провисает пешка на поле D5 потому что конь связан и никак эту пешку защитить нельзя невозможно потому что угрожает не только Kd5 но например на Kc6 угрожает E7 и после Kc7 Kd5 естественно что белые легко побеждают а если например черные защищаются ходом E6 то после Kd5 происходит всеобщая разгрузка то есть на Kc8 будет всеобщая разгрузка и абсолютно выигранное пешечное окончание потому что здесь у нас просто лишняя пешка у белых и как я уже сказал абсолютно выигранная позиция ну что ж вот так вот закончился у нас четвертый тур три ничьих и победы Сергея Корякина который до этого ни разу не побеждал у Ишина Натана Ананда ну а теперь давайте посмотрим турнирное положение после четвертого тура и так положение вы видите на экране первое место занимает пока Сергей Корякин у него три очка из четырех значит на втором месте Ливон Аронян у него два с половиной очка из четырех значит на третьем Фабиано Коруана у него два из четырех на четвертом значит получается с третьего по шестое значит у нас делят Коруана Ананд Гири и Свидлер у них два очка из четырех у Хикару Накамура полтора очка из четырех и замыкает значит турнирную таблицу у Веселин Топалов у него одно очко из четырех и то он чудом спас пол очка в партии с Куруаной сделал ему Фабиано такой подарок на день рождения а то бы у Веслина было всего лишь в своем загашнике пол очка ну что ж, если вам обзоры нравятся то ставьте много лайков, подписывайтесь на канал с вами был комментатор Олег Саламаха всем спасибо и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok